Фрязина, приветствую вас! Разложили инструментик. Пошлите покажу, что мы забыли, что будем делать. Здесь уже балкончик застекленный, у нас как обычно крыша. Заказчик потолочек разобрал, здесь вот вагоночка пластиковая. Все в том году, в зимний период все подтекало, каркаса никакого нет. Как сами видите, у нас задыхаюсь, потому что инструмент все поднимали, пятый этаж все-таки. Просто так зайти тяжеловато, а не то, чтобы там тяжести какие-то таскать. Сейчас короче делаем здесь металлический каркас независимый, делаем деревяшки, обрешетку деревянную, ну и короче все по красоте, все герметизируем. Смотрите, что у нас будет получаться, уже переоделись в такую вот форму. Будем мастерить это все делать, соответственно подтекать уже в зимний период у этих заказчиков точно не будет. Ну и остальных, которых мы тоже делаем. Так, первое, что мы сделали, сняли вот эту дверь, которая открывалась вот сюда, скрепела об этот подоконник. Вот здесь вот, было неудобно, сюда заход, здесь диван, вот здесь перегородка, здесь вот надо, как говорится, как хуже здесь просочиться на этот балкон. Снимаем дверь, вон она стоит, вот там, потом ее на место поставим. Сейчас сделаем демонтаж крыши. Двери сняли, сняли окна, которые здесь вот ездят, чтобы нам не мешали при монтаже нашей крыши. Можно было листы эти все поднимать. Короче, разбираем вот это все. Теперь добираемся до демонтажа нашей крыши. Так, сняли два листа. Вот так это все выглядит. Там вот видите, для усиления уголочек там сделали на колхозе или накрутили, чтобы он вот так лопух не телепался. Здесь у нас еще остались два листа. Я вам покажу, в чем причина. Смотрите, причина в том, то, что здесь, во-первых, вот этот лист, видите, его нужно было перевернуть в другую сторону. Видите, волны у нас смотрят наверх. Лист надо было просто взять его и вот так вот перевернуть, чтобы волны стояли вниз, потому что именно под эту волну затекает вся вода и снег. Все подтаивает и сюда под это. Ну, короче, ребята здесь работали, конечно. Здесь, видите, как верхняя волна, они наоборот сюда, наверх ее кладут. Наобла лист просто его взять вот так вот, верх ногами его просто перевернуть. Во-вторых, здесь вот саморезы, видите, торчат. Именно снизу, с подра мы просто прикрутили и вот здесь вот, тут в верхнюю волну, тут в нижнюю волну, там в нижнюю волну. Ладно, позже покрутили бы уже в верхнюю волну, да, чтобы водичка-то у нас бежит по нижней волне, чтобы, соответственно, сюда вода не затекала. Но они там просто и хотя бы загерметизировали бы, да, ни хера здесь. Никто ничего не герметизировал. Лист, как говорится, жопой кверху. Это все повернули. Конечно, здесь это все будет подтекать. Каркаса нет, никакого нет. Здесь вот ровная крыша. Здесь вот, представьте, здесь вот сугробы, налить вот такая огромная собирается. И здесь еще листы не прогерметизированы, плюс кривожопа как-то это все сделали. Саморезы везде торчат. Вот такой вот результат у вас получается. Смотрите, смотрите, чернота какая. Рукамишник будет собраться. Все мокрое. Смотрите, смотрите, жижа. Видите, видите, вода. Здесь у заказчицы все капает, конечно, с этого профиля. Профиль здесь продырявили. Добора никакого нет. Вока здесь с вагоночки. Ну, зашита, зашита. Сейчас это все мы демонтируем все полностью. Будем делать новый каркас, накрывать новую крышу. Будет она у нас идеально хорошо. Ну, и, конечно же, волны будут у нас вниз. Вот эти вот края, они будут у нас вниз. Как обычно это все делаем. Мы все герметизируем. В дальнейшем заказчики будут спать спокойно, вспоминать меня добрым словом. То, что подъехали, все сделали грамотно, профессионально, хорошо. И не доставляя людям никаких головняков. Там пенсионеры обратно. Вчера мы делали в Подольске пенсионеру. Сейчас с пенсионерами работаем. Но тут пенсионерам заказал сын эту крышу. Сын на удаленке, я его не видел. Позвонил, по цене определились. Приехали, сделали, денежку забрали. И все, сын на карту переведет и без всяких проблем. Соответственно, у кого такие сыны хорошие, которые родителям помогают, в принципе, можете с нами сотрудничать, работать. Мы никого в обиде не оставляем. И все пенсионеры очень довольны, когда работают с нами. Как-то так. Работаем дальше. Смотрите, что у нас будет полчаса. Сделали демонтаж. Вот так теперь смотрится все. Все саморезы здесь повыкручивали. Ржавые. Они нам уже не нужны. Слава Богу, у нас 3,40. Мы сделали хотя бы соединитель по центру, типа стоечки для усиления. Потому что некоторые вообще остекления, которое идет 3,20, они не делают. И крыша провисает, и створки не ездят. Здесь умудрили, слава Богу, поставить соединитель. Вот так это все смотрится. Сейчас будем нашу крышу подводить под этот козырек. Угол 45 градусов, 40 не получится, так как у нас мешает этот козырек. Без вариантов. Отталкиваемся от того, что есть. Конечно, бы по-хорошему угол наклона больше сделать. Но здесь тоже сильный угол наклона нельзя делать, так как здесь внизу пешеходная дорожка. Видите, ходит зеленая зона-то есть. Здесь у кого-то вынос сделанный. Зеленая зона есть. В принципе, снег падает на зеленую зону, а не на пешеходную дорожку. Ну, перестраховаться, как говорится. Если бы был угол 45 градусов, тогда снег здесь бы толком бы не лежало. Но так как здесь угол будет небольшой, снег будет здесь вот скапливаться, лежать и все. И потом заказчик будет видеть, когда он будет сходить немножко, посмотреть то, что внизу там никто не ходит, возьмет какую-то палочку и его стянет, и оно уйдет туда. Никого не убьет, по крайней мере. Потому что угол наклона не будет сильно большой. Как-то так работает. Сейчас варим каркас, делаем обрешетку, накрываем листы, зашиваем углы, зашиваем фронт. Ну, в принципе, зашиваем потолочек и будем уже прощаться. Так рассказал, как будто уже все сделал, да, и собрался уезжать. Уже лавандосик забираю и уехал. А еще, как говорится, конь не валялся здесь. Сварили вот такой вот каркас. Пять углов у нас. Один, два, три, четыре, пять. Здесь вот так все сделали. Здесь еще бросили вот эту вот доску. Доски не было. Здесь бросили доску. Сейчас прикрутим углы к нашей доске. Снаружи сделаем торец из панели. И бросим сюда еще деревянные доски для нашей кровли. Сделали обрешетку деревянную. Вот так все накрыли. Здесь максимально, где у нас просвещается все, здесь вот досок максимально. Вот тресет здесь вот. Здесь вот мы пролазим, да, между этой баской. Здесь край усилили больше немножко. А вот здесь вот зона, да, здесь нехать не лежит. Соответственно, здесь вот можно доску не ложить, потому что вы шуруповерком сверху никак не прикрутите. Соответственно, вот здесь металл у нас будет подходить прямо под этот козырючек. Ну и попробуем еще примыкание вот здесь вот не прямо по задней стене, а между, да, чтобы снег, соответственно, туда не забивал. Но попробуем его как-то в эту доску прикрутить. Смотрите. Показываю вид сверху. Накрыли три листа. Остался последний, четвертый лист. Здесь стыки, которые здесь из металла, тоже герметизируем, да, чтобы туда водичка, хоть у нас здесь плита бетонная, ну, чтобы с этих козырьков, когда шапка льда здесь, чтобы она не просачивалась на нашу плиту, и там ни грибок, ничего не появлялось. Максимально так все осмотрим, да, чтобы никаких дырок не было, ничего не было. Здесь мы вот перехлесты все герметизируем. Три, две волны перехлеста с герметиком, внутренним герметиком, потом наружним герметиком. Короче, досконально, максимально до дебилизма это все герметизируем, чтобы здесь никогда ничего не подтекало. Вот он последний лист. Соответственно, сейчас его накрываем на крышу, прикручиваем его и покажу вам вид снизу. Показываю вид снизу. Все запенили, все теперь аккуратненько смотрится, все везде в нащельниках, видите, все везде обошли. Панелью ПВХ, здесь сейчас потолочек начинаем зашивать, чтобы это все закрыть наши металлические углы, деревянную обрешетку. Здесь снаружи, внутри здесь под волнами все запенили, здесь вот все запенили. И покажу, как мы прошли, потому что примыкание под этот козырек, который выступает, уже не зашел, потому что у нас 5 сантиметров, верхняя часть нашего козырька примыкания туда уже не заходит. Соответственно, там мы это все запенили. Сейчас я камеру высуну, сейчас потолочек зашьем и камерой вид снаружи вам покажу. Зашили мы потолочек полностью, все, ну, лучше, чем, да, смотреть на фермы металлические, на деревянную обрешетку. Аккуратненько все смотрится, пускай они хотят и старенькие, да, там, с дырочками с какими-то, ну, они старые были, соответственно, заказчик сам их снял, мы их на место поставили. Сейчас я вам покажу, как у нас там оружие смотрится. Здесь вот последний лист у нас был. Вот так все смотрится. Последний лист полностью все тоже прогерметизировали. И там, видите, между крышей и крышей дома. Там это весь участок, весь полностью запенили, полностью все. Потому что примыкание туда не улазило. Но это все запенили. Вот так вид сбоку вам покажу. Наглядно вам все было видно, что все по плоскости, все идеально. Все листы подогнаны под крышу. Все классно. Короче, ребята, кому понравилась крыша, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Кто хочет себе заказать точно такую крышу. Работаем везде. Москва, Московская область. Стараемся работать без головняков. Со всеми находим общий язык. Потому что это наша работа. Вы, соответственно, платите за то, что вы хотите видеть у себя на вашем балконе. Мы, если этим занимаемся, то мы приезжаем и стараемся делать очень хорошо, грамотно. И чтобы у вас никогда эти крыши не подтекали. Так что, кому была полезная информация, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. До скорых объектов. Пока!